Вы смотрите отзыв об отеле Хастл, этот отзыв был оставлен на просторах интернет-путешественникам с ником квест Никола, который был в нем в 2012 году. Каждый год, в марте на свой день рождения я покидаю свой город и отправляюсь куда-нибудь на неделю 10 дней отдыхать. Отдыхать от забот, работы, городского смога, домашних животных и несколько лет традиционно ездили в горы. В Башкирию, в Абзаково. Но вот уже второй год выбор падает на Праду. В первый год это был отель First Republic, на этот раз отель Хастл. Итак, отель Хастл. Хотел Хастл про Колттаун, если быть точным. Выбор пал на него просто потому, что устраивало соотношение, расположение цена. В качестве тоже не хотелось обмануться. Но понимая, что нельзя все вместить в одну корзину, решили на этот фактор не обращать внимания. Тем более, что отель рассматривался только как место ночлежки. Надо сказать, что все-таки отель удивил своим гостеприимством. Улыбчивое портье, нормальный завтрак, ненавязчивая уборка номера. Про завтрак, улыбнуло. Первые дня 3-4 почему-то нам не хватало элементарного омлета. Не то чтобы его очень хотелось, но оказалось, что в это время, как правило, питался на завтраке некий иностранец килограмм под 120, который, приходя на завтрак, выгребал весь омлет, и всем остальным посетителям ничего не доставалось. Приходилось ждать минут 10, пока приготовят следующую порцию. Кстати, завтраки однообразные, поэтому не приходилось ломать голову над вопросом выбора меню. Собственно, номер. Стандартный. Хотя, не совсем стандартный. Жили на последнем этаже, под крышей, поэтому потолка как такового не было. Кровать занимает большую часть номера. Телевизор без единого российского канала, зачем он, кстати, нужен. Душевая кабина. Фен. Раковина на уровне колен. Очередной прикол. Все демократично, но не пугает старостью, как отмечали в некоторых отзывах. Мало того, есть некий элемент новизмы. Например, самостоятельно закрывающиеся окна. Wi-Fi. Расположение отеля очень удобное. Практически в центре Праги, как уже отмечалось в других отзывах. Из недостатков. А как же без них, можно отметить жиликоватость отельного бармена. Заказали ему бутылку чешского вина, надо же было попробовать. Оказалось, в баре такового не оказалось. Бармен с улыбкой, никаких проблем. Сбегал куда-то и через пару минут притащил все же искомую бутылку, которую и впарил нам за 600 крон. На следующий день, зайдя в соседнюю винарню, обнаружили это вино за 130 крон. Долго хохотали над собой. Ну и Прага. Можно бесконечно долго рассказывать, какая Прага в марте и где мы побывали. Но если в первый раз мы пробежались по ней, то уже в этот раз мы оторвались по полной программе. Как это у Высоцкого. Стали ноги мои, как брусья. Напишу только, что лавочку порока убрали с глаз долой. А мы посвятили почти целый день походу в Высочины. У Фердинанда на Оприталово совсем плохо, на Кормилицкой – совсем наоборот. Чудесно, кафе Славия ничуть не изменилось, как был отстой, так и остался. Музей современного искусства оставил нас в шоковом состоянии, Больштейнский сад открыт с 1 апреля. Успели, погода радовала почти неделю. Потом дождь, град, ветер, снова дождь. И несмотря на мелкие неурядицы, время пролетело, как один день. А в Прагу хочется всегда. В описании к этому видео есть ссылка и на другие отзывы про этот отель. В нашем туристическом агентстве Вы можете без лишней переплаты заказать тур в этот и другие отели. Пожалуйста, обращайтесь, всегда рады Вам помочь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok